Ахим, ахамду лиллах, ас-салату ас-саламу аля расуле лиллах. Продолжаем разбор книги Аль-Кавайд-Арба, 4 правила шейха Мухаммада ибн Абдул-Хаба ан-Нажди. Вчера начали зачитывать третье правило, которое привел шейх в своей книге, и сказали, что шейх привел его для того, чтобы разъяснить одно из сомнений суфьев. И сказали, что мы добавим еще два сомнения, которые разъясним сами, без того, чтобы его приводил шейх ан-Нажди. И привели их и разъяснили о том, что хурайшиты, точнее суфи сегодняшних дней, говорят, мы не равны многобожникам времен пророка салаллаху алейхи ас-саляму. Почему? Во-первых, потому что многобожники времен пророка отвергали Кур'ан, отвергали судный день, называли пророка салаллаху алейхи ас-саляму и так далее. Мы всего этого не делаем, во все это верим, поэтому мы не равны им. И разъяснили это сомнение и сказали, что да, действительно, в этом вы не равны им, но это вопросы веры и неверия, а не вопросы многобожия и единобожия. Что касается вопросов многобожия и единобожия, то вы равны, вы суфи и так равны с хурайшитами или арабами времен невежества, времен пророка салаллаху алейхи ас-саляму. После того, как он пришел и начал разъяснять им, закончилось на этом время невежество, выяснилось то, что идеология их такая-то, так, и она равна идеологии суфи сегодняшнего дня. И второе сомнение, которое мы разъяснили, о том, что, в чем заключалось второе сомнение. Шейх Аннаджи привел это правило для того, чтобы разъяснить, какое сомнение мы на него конкретно не указали, укажем сегодня. Так, Шейх Аннаджи привел его для того, чтобы разъяснить сомнения суфи, когда они говорят, мы не равны многобожникам времен пророка салаллаху алейхи ас-саляму, потому что они, то есть многобожники времен пророка, поклонялись камням и деревьям, то есть поклонялись неживым существам. А что касается нас, то мы занимаемся почитанием праведных людей, занимаемся почитанием пророков и тому подобное. И говорит, какая разница между нами и ими, они люди глупые, так поклонялись вещам, каким неживым, как называется, неживым, не обладающим духом, то есть камнями и деревьям, а мы поклоняемся вещам или людям, точнее мы не поклоняемся, говорит, а почитаем людей праведных. Поэтому есть разница между нами и ими. И поэтому Шейх Мухаммад ибн Аудулагад привел вот это правило, в которое разъяснил то, что пророк салаллаху алейхи ас-саляма пришел к людям, которые поклонялись различным объектам поклонения. Так не только камнями и деревьям. Эти арабы времен невежества поклонялись также ангелами, поклонялись пророками, праведниками, а также камнями и деревьям и так далее. И говорит то, что посланник Аллаха, так или нет, сражался со всеми и не разделял между ними. То есть нет разницы, кому ты поклоняешься, тому или другому. Суть в том, что ты поклоняешься кому-либо, кроме Аллаха, хотя бы одним видом поклонения и совершаешь многобожие хотя бы в одном виде или в его проявлении. Ясно или нет? Этим человек выходит из ислама без разницы, кому бы он не поклонялся. Но здесь осталось разъяснить одну очень важную вещь, которую шейх Мухаммад ибн Абдул-Ахаба ннажды не привел. Но привел ее в сноске шейха Абдул-Аббаса Шехри. Привел он слова шейху л-исламу ибн Тайме, которые являются очень важными. Шейху л-исламу ибн Тайме в этой сноске указывает на то, что поклонение всех многобожников, всех времен обычно бывает в трех видах. Так, обычно бывает в трех видах. Говорит, шейху л-исламу ибн Тайме, рахима Аллаху та'ала, сказал шейху л-исламу ибн Тайме, Но говорит, то, что я хочу сказать, то, что основа многобожия всего мира и всех многобожников, всех времен, была в чем? Во-первых, она заключалась в том, что некоторые из них поклонялись праведным людям. В чем заключалось их поклонение, как мы разбирали на прошлых уроках? В том, что они считали, что эти праведные люди, заступники за них на небесах перед Всевышним Аллахом. И все эти шубхаты, все эти вопросы мы разъяснили на прошлых уроках. Говорит, смотри, но внимание дальше. Говорит, то есть, один из видов многобожия или основы многобожия, как и всех времен, было то, что они поклонялись праведным людям. И говорит, уаибадати тамафилихим. И это проявлялось в том, что они поклонялись их тамафиль, то есть, их изображением или их, как называется, истуканом, так? Их изображением или их истуканом. Говорит, уа гуму максудун. Но вместе с тем, что человек поклонялся этому изображению, или этому камню, или этому дереву, которое было для него как рамз. Рамз – это что? Значок этого праведника. То есть, для чего берет человек это изображение? Для двух вещей. Во-первых, чтобы это было ему как хибла, так, в которую он направляется. Потому что человеку тяжело поклоняться просто в пустоту. Поэтому ему нужно поклоняться на что-либо. И поэтому он берет это изображение как хибла для себя, чтобы представлять, что он поклоняется кому? Этому праведнику, который изображен на этом изображении. И второе поклоняется этому, как называется, изображению, или этому камню, или этому истукану, считая, что это, как называется, представитель этого праведника на земле, грубо говоря так, через который Всевышний Аллах не спосылает им божественную благодать. То есть объект, на который не спосылается божественная благодать, и есть возможность перенять от этого объекта себе, так, эту благодать. И говорит, теперь второй вид, шейху-ли-ислам называет, а также из многобожия то, основой чего являлось поклонение планетам, либо солнцу, либо луне, либо кому-либо, или какой-либо планете, кроме этих двоих. То есть ни солнце, ни луне, а какой-либо другой планете. И говорит, многобожники опять делали изображение солнца и луны, то есть что, или делали таласым. Таласым это, как сказать, как значок, то есть как идол, камень, например, как называется, в виде солнца или в виде луны. То есть опять, смотри, человек не может поклоняться сразу солнцу, не поклоняется сразу солнцу, а все равно делает какой-то значок, чтобы он служил ему направлением. И говорит, А также из многобожия, третий вид, основа которого является поклонение ангелам или джиннам. Ангелам или джиннам. Значит, три поклонения какие, или три основы многобожия. Кто-то либо поклоняется праведникам, так, праведникам, либо кому, то есть из людей, либо планетам, то есть солнцу, луну, или каким-либо другим. И третий, это который поклоняется либо ангелам, либо джиннам. Слова кого? Шейху-ли-ислам и бнута имеется. И обратив внимание дальше, говорит опять, И опять, для того, чтобы поклоняться этим ангелам джиннам, их же не видно. Не видно или видно? Не видно. Поэтому они опять устанавливали изображения их или идолы. Изображения ангелов или статуэтки ангелов, через которых они поклонялись этим ангелам. Ясно или нет? И не забываем слова шейху-ли-ислам, который внизу говорил вагум, а наверху говорил вагум уль-максудун. Но максуд, его цель, этого человека, который поклоняется не само это изображение, не сам этот камень, а тот, кто на нем изображен. Или значком чего является этот камень. Понятно или нет? Говорит, Смотри, говорит шейху-ли-ислам и бутаймия, но надо отметить, говорит, то, что сами эти идолы, аль-джамадия, то есть не двигающиеся, не живые идолы, идолы или изображения, не поклонялись им люди самим по себе. То есть не поклонялись они самим этим камням. То есть им нужны были не камни, а эти изображения. Какой довод у тебя на это? То, что если у христианина есть икона, на которой нарисована Марьям, или на которой нарисована Иса, алей-салям, и он ему поклоняется через него, если ты его удалишь, то есть возьмешь мокрую тряпку, например, истерешь эту краску, то есть не останется в нем изображения, человек перестанет поклоняться этой деревяшке. Так или нет? Это говорит тебе о том, что это изображение всего лишь средство, причина, через которого он поклоняется выше. Ясно? И смотри, обрати внимание, шейху-ли-ислам, назвав эти три основы многобожьи, а это праведные люди, планеты и джинны-ангелы, три, так, везде упомянул то, что люди обязательно создавали их изображения или делали их идолы, так, устанавливали их в статуэтки, для того, чтобы через них поклоняться им. Говорит, Но нужно отметить, что сами эти недвигающиеся, так, неживые идолы не поклонялись, то есть не поклонялись им люди самим по себе. Так, то есть им конкретно не поклонялись. Баль ли азбаб ихтада дзалека. Но делали они эти изображения для определенных причин. Эти причины мы уже назвали, так, для того, чтобы это стало, что? Центром, на который Всевышний посылает свою благодать. И второе, чтобы это было подобно кибле, к которой они обращаются при поклонении этим объектам. А что касается, говорит, арабов, то большинство их многобожия заключалось в первом виде. В каком первом виде? Поклонение праведникам именно так. Не камнями делаем, смотри, а кому? Праведникам. Но вместе с этим среди них были все виды ширка. То есть, основное, да, поклонение праведникам, но остальные виды ширка тоже присутствовали у арабов времен невежества. Понятно ли, нет? И здесь нужно отметить то, что даже поклонение солнцу и луне, некоторые из руляма говорят, то, что солнце поклонники не поклоняются непосредственно солнцу. То есть, как это понять? То есть, хоть они и говорят, что мы поклоняемся солнцу, но когда им говорят солнце, они подразумевают под солнцем, что это Всевышний Аллах создал солнце как идол, или как опять статуэтку, или как изображение какого-либо большого ангела, или большого пророка, или важного человека, и так далее, праведного человека. Понятно ли? Даже те, которые поклоняются солнцу, некоторые из руляма говорят, им не нужно само по себе солнце. Так или нет? А просто они считают, что это Всевышний поставил им, как что? Да, как значок, чтобы он изображал, как изображение какого-то праведного человека, или ангела. Поэтому они, поклоняясь солнцу, тоже поклоняются, на самом деле, кому? Ангелами и тому подобное. Ясно ли? Нет, на этом закончились слова Шеха Холестаевна Таймия, откуда из Маджмуль-Фатау, 17 тонн, 460-461. Так, и также Маджмуль-Фатау, 1 тонн, 157-й, подобные слова тоже можно найти. И, исходя из этого, у нас есть некоторые здесь примечания. Некоторые примечания. Из слов Шеха Холестаевна Таймия мы поняли, что на самом деле, если брать действительность, то многобожники всех времен, что прошлых, что сегодняшних, не поклоняются ни живым, ни двигающимся предметам. То есть, они, на самом деле, хоть ты смотришь внешне, они делают поклон этому камню, или статуэтке, или изображению, но на самом деле не поклоняются они этим ни живым существам, а поклоняются чему? Ангелам, праведникам, то есть, живым каким-то людям, и так далее, обладающим почетом перед Всевышним Аллахом. Ясно ли? Или ангелам, или джиннам. И даже, если ты скажешь, ну ведь планеты это не живые существа, мы скажем, даже планеты, что в итоге у них поклоняются не самим этим неживым планетам, а считают их за изображение правильных людей. Доводы на это из Кур'ана можете у себя записать, если хотите, если нет, то они есть в том листочке, который нужно будет выучить наизусть. То, что Всевышний говорит, Те, кому вы поклоняетесь, или те, кому они, то есть многобожники, поклоняются, кроме Аллаха, что говорит Не творят ничего, они сами сотворены. Они мертвые, неживые. И сами не знают, когда будут воскрешены. Из этого аята что ты берешь? То, что многобожники времен пророка и другие не поклонялись, как называется, неживым предметам. Почему? Потому что про неживой предмет Всевышний не говорит мертвый, неживой. Слово жизнь и смерть в арабском языке не употребляется к джамадад, так, к недвигающимся, к неживым предметам. Мертвый. Мертвый говорят про того, кто был живым, потом умер, постигл его смерть. Так называется мертвый. И к тому же Всевышний в конце сказал, и они не знают, когда они будут воскрешены. А известно, что ни солнца, ни камни, ни планеты, ни деревья не будут воскрешены в судный день. Правильно ли нет? Будут воскрешены только те, которые обладали духом и жили здесь жизнью, в этой жизни. Также в другом аяте Всевышний сказал, То есть Всевышний не употребляет относительно неживых предметов рабы, слово рабы, и не говорит подобные вам. То есть камень неподобен человеку, правильно ли нет? И дерево тоже неподобно человеку. Говорит Призывайте же к ним, и пусть они ответят вам, если вы правдивы. В другом аяте Всевышний говорит Те, которым вы взываете Сами ищут приближение к Аллаху И соревнуются, кто из них ближе к Аллаху И надеются на что? На милость Всевышнего Аллаха и боятся наказания Всевышнего Аллаха Поистине, наказание твоего Господа является тем, чего нужно остерегаться. Исходя из этого аята, что ты понимаешь? Разве камень соревнуется с другим камнем в том, чтобы быть ближе к Аллаху? Не соревнуется. Разве камень боится, с чего? Наказание Аллаха или надеется на милость Аллаха? То есть все эти слова не описываются ими неживые предметы. Этим описываются только живые люди или ангелы или тому подобное. Понятно или нет? Исходя из этих аятов и многих других, мы понимаем, что на самом деле, в действительности, Многобожники всех времен, в том числе сегодня, не поклонялись камням или неживым предметам, или деревьям самим по себе. А это было всего лишь как изображение или как истукан, как посредник поклонения между ними и объектами поклонения. Ясно или нет? Исходя из этого, у нас вытекает очень важный вывод. О том, что существует в действительности на сегодняшний день и раньше, и будет также дальше, то, что есть две огромные или большие основные причины возникновения Многобожия на земле. Или не только возникновения, а чего? Поддержки этого Многобожия на земле. Две большие причины. Первая причина это Шаддур-Рихал или Аль-Кубур. Первая причина это выезд для посещения могил, которые находятся не в твоем населенном пункте. Ясно или нет? Это первая большая причина возникновения Многобожия или же поддержки Многобожия, если оно уже существует. Понятно или нет? Почему, брат? Потому что, если мы посмотрим Атара от сподвижников, которые описывали Многобожия нарушитах, что они говорили? Например, про Божество Аллат ибн Аббад, что он сказал? Они говорят, когда он умер, начали собираться у его могилы и проводить около него время. Понятно или нет? Это основная причина. Из какой идеологии она вышла? То, что Аллах посылает на него свою благодать. Поэтому они там собираются. И из-за этого сегодня люди едут в эти места. И, как они говорят, тысячи людей съехались для того, чтобы сделать свое покаяние перед Аллахом в Булгар сегодня. То есть, зачем покаяние, чтобы Аллаху делать, надо съезжаться туда? Нельзя, что ли, дома покаяние делать? Понятно или нет? То есть, они считают, что эти места какие-то особые. Туда что-то не спосылается от Аллаха. Или там милость от Аллаха находится и так далее. И доводы на запретность выезжать в другой населенный пункт для посещения могил. Будь это даже могила твоих родственников. Мы уже привели очень подробно в книге про Булгар. Так? В книге про Булгар. И вторая огромная причина или основная причина возникновения и поддержки многобожия на земле. Это создание изображений или создание истуканов идолов. Понятно, да? То есть, создание изображений. Основная, вторая основная причина поддержки или возникновения многобожия, если его еще не было на какой-либо территории. И если мы посмотрим опять Атара от сподвижников Что они сказали Про многобожий народ Ануха То что сказали, что шайтан подошел к ним И сказал, когда умерли у них Эти пять праведных людей Они сказали, что Шайтан им сказал, давай создадим Изображение их и поставим в ваших Мажлисах для чего? Не для того, чтобы вы им Поклонялись, а чтобы видя их Вы вспоминали праведность И сами становились Более праведными, ясно или нет? То есть отсюда ты что берешь? И потом, говорит, они установили Во-первых, эти изображения, где? На могилах этих Праведников. То есть, видишь, две причины Они явные. Собрание на могилах И второе, создание изображений. Почему, брат? Потому что если ты не будешь собираться на могиле Невозможно ширк Могильный ширк невозможно. Так или нет? Как ты будешь поклоняться праведнику, если ты Не около его могилы? Они не могут, многобожники Не могут поклоняться праведнику, где? Дома. Понял или нет? Но есть вторая вещь, это создание изображений Даже если ты не будешь подпускать их к могилам, они могут начать поклоняться праведникам дома, потому что могут установить изображение дома и начать поклоняться, даже если их не будут пускать на могилу. Понятно ли нет? Так же, как произошло в народе Нуха, потому что сказано, что они поставили изображение этих праведников не только на могилах, а еще в своих мальчицах, где они сидели. Понятно ли нет? В своих мальчицах, где они сидели. Это указывает на то, что изображение наносит вред не только на могиле, но и в любом месте, где бы оно ни было. Если это изображение живых существ, которые создавать запретил Всевышний Аллах. И так как никаких доводов относительно создавания живых существ в работе про Болгар мы не привели, мы приведем их на этих уроках. И тема эта очень большая, может быть займет у нас два больших урока, может быть даже два с лишним, но из-за ее важности, что мы хотели ее разобрать. Во-первых, нужно отметить то, что отношение людей сегодня к изображениям стало очень ослабленным. Так то есть люди сделали себе послабление относительно изображения. Известно, что сегодня весь мир наполнен изображениями. Правильно или нет? Но что касается саляфитов, то еще недавно, несколько лет назад, создание изображений у саляфитов было под жестким запретом. Так то есть ни один саляфит никогда себе не мог позволить, чтобы что в его доме, например, находилось изображение, или чтобы кто-то снял себя на видео, и его никто, что не, как называется, не порицал за это. Так обязательно он подвергался порицанию. Будь это фотография, или будь это видео, или любое другое изображение. Однако сегодня, что люди того саляфитов, то есть расширили этот вопрос, под чем? Под предлогами хиляф бену-ну-ляма. Сказали, в этом вопросе есть разногласия среди ученых, значит этот вопрос не такой страшный. Или Машаех и Уляна же снимаются, значит этот вопрос не такой страшный. Понятно ли нет? И приносят тебе различные шубогаты, типа неужели ты знаешь, а ученые не знают, и тому подобное. Подобно тому, с чем мы встречались многие годы назад, когда боролись с ханафитами и с их нововведением. Когда ты говоришь им, нужно поднимать руки, или говорить амин, они говорят, а Бог ханифа не знал, неужели ты знаешь, так или нет. Или такой-то алим Ат-Тахау и сказал имам кого, ханафитского масхаба, он неужели не знает, а ты знаешь, так или нет. То есть один из шубогатов, который давно необходимо уже понять, то что действия Уляна не являются доводом в шариате. Никогда не являлись и не будут являться и сегодня не являются доводом в шариате. Доводом в шариате что является? Кур'ан, сунна и понимание сподвижников. И то, брат, понимание сподвижников, если противоречит явному контексту хадиса, говорят как у ляма, говорят видимо до этого сподвижника, не дошел запрет, контекст о запрете. Поэтому его слово не ставится выше слов пророка Салава Санамана, не говоря уже об ученых или требующих знаний и тому подобное. Тем более об ученых или требующих знаний сегодняшнего дня. Известно то, что ученые сегодняшнего дня обладают меньшими знаниями, чем ученые первых поколений. Так или нет, не говоря уже, что от сподвижников. И если мы посмотрим, что сегодня творится, то сегодня мы видим, как люди, которые призывают к Саляфии, выпускают газеты, наполненные чем изображениями. Так или нет? То есть если ты посмотришь, люди говорят, мы Саляфиты. То есть мы не говорим, что такие люди не Саляфиты. Однако это проблема, когда человек говорит, что он Саляфий. Кто такой Саляфий? Тот, который следует за праведными предками в понимании Курана и Сунны. И он выпускает газеты, оправдываясь тем, что он призывает людей к религии и наполняет эти газеты изображением. Причем зачастую изображения женщин. Женщин, которые одеты в мусульманскую одежду, как они говорят, в турецком стиле имеется в виду. Для чего? Они говорят, для того, чтобы люди приняли призыв к религии. Если ты не будешь этого всего делать, люди не примут наш призыв. Ясно или нет? Более того, даже помещают там изображения, нарисованные от руки. То есть, не просто фотографии и видео. Так, но видео, да, на газете невозможно. Так, не просто фотографии, а еще и что изображения, нарисованные от руки. И говорят, что в этом нет проблем. Почему? Потому что есть халяв между улама, разногласия в этом вопросе между учеными. Ясно или нет? Также, после этого эти газеты, к сожалению, заносятся в мечети. Так и распространяются в мечети. Этим самым получается так, что ангелы не могут зайти в мечеть. Потому что, как мы приведем этот довод дальше или эти доводы дальше, то, что ангелы не заходят в те помещения, в которых есть изображение живых существ. И также сегодня мы можем увидеть, как на различных сайтах выделяются отдельные ветки. Так, отдельные ветки для наполнения их в видеомашаях, называется. Видео ученых современных или, как называется, или тех, которые жили чуть раньше. Чуть раньше, допустим, 20-30 лет назад. То есть, сегодня выделяются отдельные ветки для видео, посвященные чему? Видео различных шейхов или обучению религии посредством изображения людей. Понятно или нет? Чего не было раньше. То есть, еще 3-4 года назад было, что только аудиотека только была. Аудио было, так или нет? А сегодня уже, к сожалению, прибавилось видео. А Всевышний Аллах что говорит? То есть, шайтан потихоньку, то есть, он сразу что многобожий или неверий, или, будь то большой грех, сразу не вводит в среду людей, праведных людей. А вводит это что? Потихоньку, потихоньку. Так или нет? И это действительно можно заметить. Еще несколько лет назад этот вопрос был подвержен жесткой критике, а сегодня он уже что распространен, как будто в этом нет никакой проблемы. И сегодня получается так, что тот, который порицает это явление, порицает фотографии или видео, будь это ученых или кого-либо других, подпадает под жесткий пресс. Сразу что его начинают критиковать и, как называется, давить его начинают, так грубо говоря, начинают говорить, что ты порочишь ученых, такой-то ученый снимается, неужели ты лучше знаешь, чем он? Это говорит о том, что ты не уважаешь ученых, ты их порочишь и тому подобное. И, исходя из того, что Всевышний сказал про народ какой, про народ пророка Салиха, сказал, сначала сказал, тамбата ашкага, так, сказал Всевышний Аллах, когда они решили зарезать верблюдицу, которая была не способна им как знамение от Всевышнего Аллаха. И пророк Салих запретил ее убивать и вообще причинять ей какой-то вред. Когда они решили причинить ее вред, что Всевышний сказал, тамбата ашкага, и направился к ней самый злосчастный из них. Потом, что Всевышний сказал, оттуда что берешь из этих слов, то, что зарезал ее один человек, и потом Всевышний сказал, тамбата ашкага, и они зарезали ее. Так, то есть, приписал этот грех всем, хоть и непосредственно делал этот грех только один из них. Ясно это или нет? Исходя из этого, брат, тот, который видит порицаемое и не порицает это, автоматически подпадает под постановление, что на него тоже ложится грех за то, что этот грех распространяется среди людей. Исходя из этих аятов и хадисов, мы хотели разъяснить этот вопрос более подробно. Во-первых, здесь нужно будет немного записать так, во-первых, мы разберем этот вопрос в нескольких пунктах. Первый пункт относительно, что такое сура, что такое изображение в шариате. Что такое сура в шариате. Необходимо знать то, что сура изображение в шариате несет три значения. Первое, ашшаклю вальхай'а, ашшаклю вальхай'а, то есть образ, образ человека. Если ты видишь человека, и он находится далеко где-нибудь, идет далеко, и ты не различаешь его глаз, или рук, или ног, ничего не различаешь, но видишь просто шакль, то есть что? Просто его, как это, образ просто видишь. Силуэт, да, вот, силуэт или образ, так? Шакль или хай'а. Шакль это силуэт, хай'а это образ. Это тоже называется сура, это называется изображение в шариате. Изображение в шариате. Это первое его значение. И это более широкое значение, которое обычно не используется в контекстах. Второе изображение в шариате это аль-уадж, лицо. Это лицо. Пришло у имама-муслима с хадиса Суэйда ибн Мухрина. Суэйда ибн Мухрина. Все эти хадисы, можете не записывать, они будут в том листочке, который необходимо выучить наизусть. Второе значение изображения сура в шариате это лицо. Пришло в хадисе у имама-муслима от Суэйда ибн Мухрина, от слов пророка, салаллаху алисаляма, то, что посланник Аллаха, салаллаху алисаляма сказал, ама алимта анна сура мухаррама. Разве ты не знаешь то, что сура является запретной? Что это означает? История какая была, то, что один человек ударил по лицу другого человека. Ударил другого человека по лицу. И тогда пророк, салаллаху алисаляма, ему сказал, ама алимта анна сура мухаррама, разве ты не знаешь то, что сура запрещена? То есть, разве ты не знаешь, что запрещено бить человека по его суре? Отсюда ты понимаешь, что такое то, что в шариате лицо называется сура. И если где-то приходит в контексте слово сура, это означает лицо. Понятно ли? Это означает лицо. И от ибн Ромара пришло у имама-ль-Бухари, со ставерными снадами, естественно, так, то, что про него сказано, про ибн Ромара, то, что ибн Ромар порицал или не любил, когда на животное ставили клеймо на суру, имеется в виду на его лицо. То есть, раньше клеймовали животных, так или нет, и сегодня то же самое, клеймовали животных. Ибн Ромар не любил или порицал, когда клеймовали животного, куда ставили клеймо на суру, имеется в виду куда на лицо, имеется в виду на лицо. Исходя из этих двух хадисов, мы понимаем то, что в контекстах шариата слово «сура», словом «сурой», «сура» выражают лицо. И третье значение слова «сура» в шариате – это «аррас», это голова. Это голова. Как пришло в хадисе у Бухарии Муслима со слов Абу Гурейра, так, Мутафакун Алей, всем известный нам хадис, где Абу Гурейра сказал со слов пророка, салаллаху алиссаляма, «Ама яхша ахадукум» – разве не боится один из вас, если он поднимет свою голову перед имамом, то есть впервые имама, откуда, например, из поясного или земного поклона, что превратит Аллах его голову в голову осла. То есть посланник Аллах запретил опережать имама в намазе и сказал, неужели один из вас не боится, если он поднимет голову перед или впервые имама, что Всевышний превратит его голову в голову осла. А в другом реватье пришло, ау, суратау, сурата химар, что превратит его суру в суру химара. То есть смотри, один и тот же хадис пришел двумя словами, в одном пришло слово голова, в другом пришло слово сура. Отсюда ты понимаешь, что в шариате голова, они говорят сура, или слово сура употребляет на что? На голову, а не только на лицо. Понятно ли нет? Это три значения слова сура в шариате. Это был первый пункт, который мы хотели рассмотреть. Теперь, что касается второго пункта. А второй пункт будет касаться контекстов, в которых так или иначе затрагивается понятие сура изображения. И эти контексты можно разделить еще на пять различных видов. Первый вид контекстов, которые пришли относительно изображений, это контексты о порицании изображения. Это контексты о порицании изображения. Приходит у Бухари и Муслима, у имама Аль-Бухари и Муслима со слов Ибн Умара о том, что посланник Аллаху, саллаллаху алисаляму, сказал Те, которые будут делать изображение, будут подвергаться наказанию в судный день. Им будет сказано, оживите то, что вы сотворили. Исходя из этого хадиса от Ибн Умара, что ты понимаешь? То, что любой, который создает изображение здесь, какое бы изображение оно ни было, так видео или фото, или от руки, или от ноги, хоть как он его создает так, если это касается живых существ, то в судный день он будет подвержен наказанию. Будет подвержен наказанию. Это первый хадис. Второй хадис пришел от Ибн Умара, также со слов пророка у Бухари и Муслима, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал Самые мучительные наказания в судный день будут получать те, которые создавали изображение. И в другом ревайте пришло Из тех людей, которые будут подвержены самым тяжелым наказанием, в судный день будут те, которые делали изображение в этой жизни. Понятно ли? Нет. В первом хадисе, какого пришло от Ибн Умара? То, что они будут подвергнуты наказанию. А со слов Ибн Масруда, то, что их это наказание будет одно из самых тяжелых. А мы проходили с вами хадис от кого? Хадис Анаса Ибн Малика, так или нет, до Кухари и Муслима, то, что человек, которого будет самое легкое наказание в огне, Всевышний ему скажет, хотел бы ты отдать всю дунью и все, что на ней, чтобы избавиться от этого огня. Он скажет, да, так или нет. А эти люди будут подвергаться одними из самых тяжелых наказаний в огне, даже если будут они мусульманами. Даже если они будут мусульманами, но они будут подвергаться им, пока что не сгорят их грехи, а затем Аллах Всевышний выведет их из огня. А в отличие от кого? От неверующих. Следующий хадис, третий, пришел со слов Ибн Аббаса, также у Бухарии и Муслима. Со слов посланника Аллаха, то, что он сказал, Каждый, кто делал изображение, будет в огне. Имеется в виду, если он от этого не покается. Смотри, посланник Аллах обещает тебе, что каждый, кто сделал хотя бы раз в жизни изображение, если он от этого не покается, он обязательно попадет в огонь. Ему в огне из каждой суры, которую он изобразил в этой дуне, будут сделаны, что творения. То есть, каждая от его сура, Всевышний возьмет его суру и сделает из нее творение. И говорит, что? И это творение будет мучить его джиганнам. То есть, в аду, в огне. Понятно ли, нет? Это третий хадис. Смотри, в первом хадисе пришло то, что они будут подвергаться наказанию. Во втором, то, что их наказания будут одни из самых тяжелых. И в третьем хадисе пришло, откуда это наказание придет? То, что вот эти творения, которых они изображали, Всевышний, эти изображения оживит, и эти живые уже теперь творения будут подвергать мучениям тех, которые их изображали в этой жизни. Причем, фи-джиганнам говорит, в огне не просто где-то в судный день или в могиле, а это будет в огне. Это указывает на то, что этот человек будет находиться в огне. Следующий хадис пришел от Абу Джухайфы, от сподвижника, которого звали Абу Джухайфа, у имама Аль-Бухари. В нем пришло, «Анн-Набия, салаллаху алию саляма, ла анна-ль-Мусаввир», то, что пророк, салаллаху алию саляма, проклял того, кто делал изображение. Проклял того, кто делал изображение. Причем, брат, в этом хадисе приходит сравнение делающего изображение с тем, который поедает ростовчичество. То есть в этом хадисе от Абу Джухайфа приходит «Посланник Аллах проклял того, который давал в кредит и брал в кредит, так, сам ел и других кормил, говорит, пророк его проклял, а также пророк проклял кого делающего изображение». То есть смотри, в этом хадисе пророк приравнял того, кто делает изображение с тем, с тем, который поедает ростовчичество. А мы знаем, что ростовчичество – один из самых великих грехов в нашей религии. Это у имама Аль-Бухари. Пятый хадис приходит от Абу Гурейры у имама Бухари и муслима. То, что посланник Аллаха сказал, что Всевышний Аллах сказал «Ва мэн аль вламу мим мэн зэгаба яхлубу гахалки фалихлубу хабба» и так далее до конца хадиса. То есть Всевышний Аллах сам сказал о том, который создает изображение, кто может быть более несправедливый, чем он. Тот, который создает, так же, как создаю я. Если человек скажет «Я не собираюсь, когда я создаю изображение, так, я, например, снимаю на видео или фотографирую, у меня нет намерения подражать в этом Всевышнему Аллаху и равняться в этом Всевышнему Аллаху». Всевышний Аллах что бы хотелось бы сказал, кто может быть несправедливее того, кто идет и пытается изобразить так же, как создал я. Если он скажет «У меня нет намерения изображать», то мы говорим эти два вопроса в шариате. В шариате. А это какие вопросы? Первый. То есть пытаться подражать кому? Неверующим. И второе. Пытаться подражать Всевышнему Аллаху в творении не нуждаются в намерении, являются исключением из хадиса «Иннамал Амалю бинният». Так поясни, дела оцениваются по намерениям. То есть, если человек одел какую-то одежду, которая является подражанием неверующих, и даже если у него нет намерения им подражать, все равно он что? Получает за это грех. Понятно или нет? Почему? Потому что подражание, оно происходит. Хочет он или не хочет. То же самое здесь. Если он создает изображение и не хочет быть равным в этом Аллаху или подражать в этом Всевышнему Аллаху, он все равно подпадает под этот грех и получает наказание, потому что это происходит. Хочет он этого или не хочет. И это слова кого? Шейха Усаймина. Шейха Ибнур Асаймина относительно того, что в этом вопросе нет разницы, имеет человек намерение подражать Всевышнему или нет. Как вы говорите, что когда изображаешь, люди будут на МСМС и на фотоаппарат, изменяются, если я замечусь, что ты изображаешь. Это придет, иншаллах? Это в третьем пункте у нас придет, когда мы будем разбирать различные сомнения относительно изображений. Относительно изображений. Исходя из этого хадиса, оба Гурере, что мы поняли, что сам Всевышний Аллах засвидетельствовал о том, что тот, который создает изображение, минавла миннас, не то, что минавла миннас, даже Всевышний сказал, кто может быть несправедливее, чем этот человек? Кто может быть несправедливее, чем этот человек? В другом хадисе от Ибн Масруда пришло то, что посланник Аллаха, салаллаху саламу, сказал, ашаддун наси азабан йоман кияма, раджулюн, каталагун набий, а у каталанабийен. Самым тяжким мучением в судный день будет подвергаться тот человек, которого убил пророк. То есть, если было сражение, и пророк, какой-либо из пророков Всевышнего Аллаха участвовал в сражении и убил этого человека, пророк, салаллаху салам, что сказал? Этот человек, которого убил пророк, будет подвержен самым тяжким мучениям в огне. Почему? Потому что он хотел убить пророка Аллаха. Понятно или нет? И сказал, и тот, который сам убил пророка. То есть, известно, что многие пророки, которые были посланным Всевышним, были убиты людьми, так? И говорит, самое тяжелое наказание получит тот, который убил пророка. И говорит, а также тот, который был имамом в заблуждении, призывал людей к заблуждению, и за ним следовали толпы людей. Это также будет подвержен самым тяжелым наказанием в судный день. И дальше сказал, уа мумастиль он миналь мумастилин. И тот, который... Мумастиль. Что такое мумастиль? Сказал шейх Мурбель. У слова мумастиль возможно два разъяснения. Во-первых, это тот, который подражает людям. То есть, допустим, что люди, которые выходят на сцену и изображают других людей. То есть, как это сказать? Пародисты, да, вот пародисты. То есть, пародируют других людей. Понятно ли нет? То есть, смеются там, ну, дурачатся, в общем, грубо говоря, что из себя дураков строят. Так, на сцене. Вот эти люди, и сказал шейх Мурбель, и второе разъяснение слова мумастиль, это тот, который создает изображение. Потому что он создает мифль. То есть, создает подобное тому, что уже есть. Создает, что изображение. Это слова шейха Мурбеля в его книге о хукме, что на странице 21. Исходя из этого, брат, обрати внимание, этот хадис приходит у имама Ахмада с хорошим иснадом. Обрати внимание, то, что пророк, саламу ассаляму, здесь приравнял того, который создает изображение, с кем? С тем, который убил пророка, с тем, которого убил пророк, ахаму куллах, и с кем? С имамом, за которым следуют люди в его заблуждении. Понятно ли нет? То есть, это о чем все эти хадисы говорят? О тяжести, греха того, который делает изображение. И последний хадис, который мы приведем, то есть, не вообще последний хадис в контексте, а из того, что мы приведем. Тот хадис, который приходит у имама Тирмири с достоверным иснадом. От Абу Гурейры, со слов посланника Аллаха, саламу ассаляма, то, что посланник Аллаха сказал, Я храджу рону кон минаннар и омар каяна. Судный день из огня выйдет шея, говорит. Выйдет, то есть, творение в виде шеи. Говорит, лагу айнан туб сиран ва узунан тасмаан. У него будут два глаза, которые будут видеть, и два уха, которые будут слышать. Ва лисанун янтыку. И у него будет язык, который будет разговаривать. Я коль, и он скажет, инни инна ни у кильту или инни у кильту биталата. Всевышний направил меня к троим. То есть, велел мне что? Наказывать троих. Бикулли джаббарин анит. Каждый, кто был кем, упорствующим, высокомерным человеком. Тот, который был упорствующим, высокомерным человеком. Всевышний направил меня, чтобы я наказывал его. А также каждого, кто взывал вместе с Аллахом к другому божеству. А кто такой? Мушрик, многобожник, худший из людей. Инна мальмушрикуна, значит, поясни мушрики являются нечистотой. Так или нет? Шарруль Бария, Всевышний про мушрика, что сказал, самые худшие из творений Всевышнего Аллаха. И третий, кто? Вальмусауирин. И меня Всевышний направил, чтобы я мучил кого? Тех, которые создавали изображение. Из этого хадиса, что ты понимаешь, который приводит своему амотирмиде за стоверным снадом. То, что это шея, у которой будет два глаза, два уха и язык, Всевышний направил его к трем, к высокомерному, упорствующему, к тому, к мушрику так, который вызывал, Мейсалам, другим божествам, и к тому, кто создавал изображение. Смотри, пророк, саламу ассаляма, приравнял в этом хадисе того, кто делает изображение, с кем? С упорствующим, высокомерным человеком, так или нет? А также с кем? С мушриком. Также с мушриком. Все эти хадисы, брат, говорят о чем? О тяжести наказания того, который создает изображение. Я сам лично никогда не видел какого-либо греха или вопроса, относительно которого были столь жесткие хадисы, так? И этот грех не достигает неверия, то есть меньше, чем неверия. Но из ряда больших грехов, чтобы относительно него были такие жесткие контексты, как относительно поездки для посещения могил в другом населенном пункте, и как относительно создание изображения. Вот эти два вопроса относительно них, контекстов, я не говорю, что это абсолютно так, но лично я вот только относительно этих двух вопросов встретил такие жесткие контексты. И эти контексты дальше у тебя еще придут, дальше еще будут что-то другие контексты, которые указывают на тяжесть этого деяния. Это что касается первого вида контекстов о том, как называется, о наказании или о порицании того, которое делает изображение. Второй вид контекстов относительно того, что посланник Аллах порицал, чтобы человек держал изображение у себя дома. Изображение у себя дома. Приходит от Аиши ради Аллаха у Бухари и Муслима. Однажды она купила материал, в котором были изображения живых существ. И когда посланник увидел этот материал в вывешенном виде, он встал перед дверью и не зашел внутрь дома. Пока не вынесли изображение, не зашел внутрь дома. И я увидел в его лице гнев. Аиша говорит, я увидел в его лице гнев. И сказал я тогда, о посланник Аллаха, я приношу покаяние Аллаху и прошу прощения о посланник Аллах. В чем мой грех? Зачем ты так разгневался? И тогда посланник сказал, что это за настилка или что это за материал в нашем доме? Аиша сказала, я купила этот материал для тебя. Для того, чтобы ты садился на нее и стелил под себя, допустим, когда ты будешь ложиться. Это о чем говорит? То, что этот материал она купила, чтобы с ним относились как? Презренно, так или нет? Некоторые говорят, если изображение с ним относится презренно, как, например, на памперсах или тому подобное, это разрешено. Этот хадис явный довод на то, что если даже с изображением относятся что? Презренно, то есть на него садятся, на него ложатся, стелят его на пол и так далее. Все равно посланник Аллаха это запретил и не зашел домой, пока не убрали это изображение. Более того, разгневался, как сказала Аиша. Факали, тогда посланник сказал, поясни, те, которые делали эти изображения в судный день будут подвергаться мучениям. Фаюкалю лагум им будет сказано Ахью ма халактум. Оживите то, что вы сотворили. Это первый хадис у Бухарии мусульма от Аиши. И второй хадис у имама от Тирмиди с хорошим иснадом приходит от Джабира ибн Абдиллах. Он сказал, Нага Расулу Аллаха салаллаху алисаляму аниссура филбейт ванага ан юсна азалик. Посланник Аллаха запретил держать изображение дома и запретил их делать. То есть явно тебе контекст о том, что посланник Аллах запретил делать изображение и что? Запретил эти изображения дома держать. А посланник Аллах в другом хадисе что сказал? Вся моя умма зайдет в рай кроме тех, которые откажутся зайти в рай. А кто такой, который откажется зайти в рай? Сказал тот, который подчинится мне, зайдет в рай. а который ослушается меня зайдет в огонь. И брат посланника Аллаха приказывает тебе, запрещает тебе говорить не держи изображение дома и сам не делай изображение. Неужели ты хочешь быть из тех, которые откажутся зайти в рай тогда, когда все люди будут заходить в рай? Потому что ты ослушался посланника Аллаха в этом вопросе. И третий вид контекстов о том, что посланник Аллаха приказывал стирать изображение, уничтожать их или разрывать их. Так? Первый хадис приходит от Аиши у Бухари и Муслима. Говорит, она дахала алейя расулюллах однажды зашел ко мне посланник Аллаха саллиллах домой. А я находилась за занавеской, на которой есть изображение. И тогда лицо посланника Аллаха изменилось. Лицо посланника Аллаха изменилось. И посланник сорвал его и разорвал это изображение. То есть, теперь смотри, брат, представь, ты заходишь домой, например, или, допустим, два студента живут дома. Ну, в одной комнате учатся вместе и живут, например, вместе. И один из них заходит домой и стучится в дверь. Стучится в дверь. А другой сидит, какого-нибудь шейха по видео смотрит. Как тот, например, дает, что, какой-нибудь Мухадзора, например, проповедь. И когда постучали в дверь, что он делает? Нажимает на паузу и уходит. Правильно или нет? И что остается на экране? Остается застывшее изображение этого шейха, этого ученого. Так или нет? Потом выходит, открывает ему дверь и когда ты заходишь в этот дом и увидишь это изображение, которое есть на мониторе экрана, как ты должен поступить, если ты следуешь за посланником Аллаха во-первых, ты должен не заходить домой. А если ты уже зашел и увидел только после того, как ты зашел, у тебя должно, брат, измениться лицо в цвете так и ты должен уничтожить это изображение, так же, как сделал посланник Аллаха салалу ассалям. А не так, чтобы подсесть рядом и сказать, Машаллах, что это за алим, давай вместе посмотрим. Правильно или нет? Этот хадис приходит у Бухари и муслима. Следующий хадис также от Аиши радия Аллаху анга приходит у имама Аль-Бухари. Он на Расулу Аллаху салалу ассаляма кана лаят руку фибетии шей'ан фиги тасалиб илля на хадагу. Посланник Аллаха салалу ассаляма не оставлял в доме ничего, в чем есть тасалиб. Тасалиб у этого слова есть два перевода или два разъяснения. Тасалиб это кресты и второе изображение живых существ. Искал, не оставлял посланник Аллах в доме ни крестов, то есть ни изображения живых существ, кроме как обязательно на хадагу. Ломал эти вещи. Ломал или закрашивал, то есть не оставлял эти вещи в покое. Понятно или нет? Имам Бухари назвал главу, в которой привел этот хадис Бабу Накли Суар. Глава о разрушении изображений. Глава о стирании изображений. Ясно или нет? Потому что некоторые могут сказать, что саллиб это что? Это крест, а не изображение. То есть Имам Бухари понял под этим словом Тасалиб, что это не только крест, а это что? Изображение именно живых существ. Из этого хадиса ты понял, что посланник Аллаха в отличие от некоторых сегодня братьев, так или нет, и сестер, что делал? Не оставлял в доме есть изображение. Третий хадис, который приходит у Имама Муслима со слов Абуль Гайяджи Аль-Асади, то что Али Ибн Абиталиб сказал ему Послать ли мне тебя то есть Али Ибн Абиталиб говорит кому? Абуль Гайяджи Аль-Асади. Послать ли мне тебя с тем же поручением, с которым послал меня посланник Аллаха? Чтобы ты не оставил никакого тимсаль, а тимсаль это что? Статуэтки идолы, чтобы ты не оставил никакого идола или сатуэтки, кроме как разрушил его Чтобы ты не оставил ни одно изображение живых существ, кроме как стер его И никакой могилы, которая возвышается, кроме как уравнял ее. То есть опять приходит в контекст уравнивание этих двух понятий. Почему, брат? Потому что основа многобожия это могилы. Поэтому пророк приказывал их уравнивать, чтобы они не возвышались. А почему? В чем проблема возвышения? Потому что если все ровное, мушрику трудно представить, что оттуда можно перенять барракад. Нет ничего, куда падает барракад. Понимаешь или нет? А когда оно уже что, имеет какую-то форму, то есть можно представить, что она впитывает барракад, как батарейка, и от нее уже можно что-то перенимать. Поэтому посланник Аллах приказывал уравнивать могилы и приказывал удалять все изображения, которые есть. Это И последний хадис из этого третьего блока приходит от Ибн Аббаса у имама Бухари. А на набии, салава алисаляма, ламма раа, ассур филбейт, лам ядхуль. То, что посланник Аллаха однажды увидел изображение в одном из домов и не зашел в него. Хатта, нет, здесь имеется виду под домами не просто в одном из домов. Это хадис относительно Каабы. То, что посланник Аллаха, когда приехал в Мекку, он хотел зайти в Каабу, но когда увидел, что в ней изображения на стенах нарисованы не просто статуэтки, а на стенах были нарисованы изображения, он отказался входить в Каабу хатта амара бига фамухият, пока не приказал, чтобы их всех смыли, то есть смыли эти все изображения. Приказал он конкретно, как в одном из ребят Ромар им. Хаттабу. И сказано, что Ромар пошел, принес ведро воды, взял материал и что смыл все эти изображения, которые были на стенах Каабы. Это приходит хадис о имама Аль-Бухари. И разрушать или стирать или смывать все изображения, которые только могут быть. Следующий, четвертый блок, четвертый блок относительно хадисов, в которых говорится о том, что ангелы не входят в дом, в котором есть изображения. Смотри, посланник Аллаха тоже не зашел в дом и ангелы не заходят. И праведный человек должен за кем подражать? Должен подражать посланнику Аллаха и ангелам, так же, так как это что праведные рабы Всевышнего Аллаха. Ангелы не заходят в дом, в котором есть сура. Пришло от Абу Тальха у имама Аль-Бухари, то что посланник Аллаху сказал. Ангелы не заходят в тот дом или в то здание, в котором есть собака или в нем есть изображение живого существа. Приходят от Ибн Аббаса у имама Аль-Бухари. Пророк зашел в дом. То есть в Каабус, когда зашел. И увидел, что там есть изображение пророка Ибрагима и изображение Марьям. То есть матери Иса, алейхисалям. И сказал, что касается этих, то есть что касается мушриков. То они в Аллахе слышали о том, что ангелы не заходят в то помещение, в котором есть изображение. То есть смотри, брат, даже мушрики это знали. А мушрики у Решиты во времен пророка на какой диалоге были? На идеологии, на остатках религии пророка Ибрагима. Это тебе о чем говорит? То, что пророк Ибрагим, также из его религии было разрушение всяких изображений. Видишь, пророк, когда зашел в Каабу, увидел изображение Ибрагима и Марьям. И сказал, аммагум или аммагум в другом революте. Что касается их мушриков, то они, говорит, знали. Знают прекрасно то, что ангелы не заходят в то помещение, где есть изображение. То есть этим сам пророк их порицал. Как они могли изображение в самом доме Аллаха изображать, тогда как знают, что ангелы не заходят туда. И этим запретить ангелам заходить в дом Аллаха Всевышнего. Так или нет? Следующий хадис приходит у имама Тирмиди с достоверным снадом от Абу Гуриры. То, что посланник Аллаха Саламу сказал, и этот хадис, братья, очень важный на самом деле. Сказал, атани Джибраиль фақаль. Однажды пришел ко мне ангел Джибриль и сказал, анни кунту атыту кальбариха. Вчера вечером я приходил к тебе. Вчера вечером я к тебе приходил. И ничто не запретило мне зайти в тот дом, в котором ты находился, то есть в дом, в котором ты живешь, ничто не запретило мне зайти в него, кроме как то, что в дверях твоего дома были, как называется, статуэтки мужчин. Это, как мы докажем дальше, это были игрушки кого? Асана и Хусейна, то есть в виде людей. Тимталь, статуэтки. Я, говорит, из-за этих статуэток не смог зайти к тебе домой. У Акана Фильбейк Тирамун, Тираму Ситрин. И также в доме висела занавеска. Занавеска Фиги Тамафиль, в котором были изображения. Смотри, слово Тимталь используется не только на статуэтку, но и на что? Изображение. То есть не может статуэтка быть на чем? На занавесках изображена, так или нет? То есть имеется в виду изображение. Говорит, У Акана Фильбейки Кальбун. И также в твоем доме находился собачка. Так, собака. В другом ряде пришло, потому что это был щенок. Фамур бирасит тимсаль. Прикажи, говорит, относительно этих статуэток людей, так, мужчин. Аль-Лазипиль бильбаб, которые находятся в дверях. Фальякта. Чтобы отрубили им головы. То есть, чтобы убрали их головы. Чтобы остались они без головы. Кахай ати шаджара. Чтобы они остались подобны дереву просто. Как дерево. И прикажи эту, как называется, относительно этой занавески, чтобы ее разрезали. И сделали из него две подушки, так, на которых вы будете спать. И говорит, в амур билькальби. А также прикажи, относительно собаки, фаюхрач. Чтобы ее вывели. Чтобы ее вывели. А в одном из революетов, который приходит имам Насаи, сказал Джибриль ему. Потому что мы, говорит, что ангелы не заходим в те дома, в которых есть изображение. Ясно или нет? И этот хадис, почему важный? Почему важный? Он со многих сторон важный. Мы его, эти важности, приведем дальше. Но здесь нужно отметить то, что, смотри, посланник Аллаху, во-первых, не знал тогда, о запрете изображений. То есть приходит в некоторых хадисах, что пророк приходил домой, и в нем были, что, занавески с изображениями. Это в других хадисах. И он ничего не говорил, не порицал Айшу за это. В другом хадисе пришло, что он пришел и сказал, убери эти изображения, они напоминают мне дунью. То есть из-за этого, не потому что они запрещены, а потому что они отвлекают меня, напоминают мне дунью. И ученые говорят, что это было до того, как пришел запрет на эти изображения. Поэтому посланник Аллаху не знал, что они запрещены. Но несмотря на это, то есть это розыр или не розыр? То есть это у тебя оправдание или нет? Нет, имеется в виду, это у тебя оправдание, что к тебе ангелы не заходят? Оправдание, то есть ты за это грех не получаешь, если ты не знаешь, что это запрещено. И это не позволяет ангелам зайти в дом, ты за это грех не получишь, если ты не знаешь. Но несмотря на это ангел не зашел в дом. То есть это о чем говорит брат? Что ангелы не заходят в твой дом, даже если у тебя есть оправдание. То есть ты держишь изображение в доме по причине какой-то. У тебя есть на это розы, оправдание есть, ангелы все равно не заходят в этот дом. Ясно или нет? И второе то, что посланник Аллах, как пришло в одном из ревятов, не знал, что у него собака находится под кроватью. То есть и в другом ревяте так же пришло то, что это был щенок, с которым играли Хасан и Хусейн. Так или нет? То есть пророк тоже не знал, что у него есть там собачка в доме забежала. Когда он увидел, сказал, кто завел эту собаку. Сказал, Хасан и Хусейн играют. И приказал выгнать эту собаку. Это тоже розыр, так или нет? Незнание, то, что у тебя в доме есть изображение, это оправдание твое перед Аллах. То есть грех ты за это не получишь. Однако все равно ангелы не заходят, исходя из текста этого хадиса. Как об этом сказал Шейх Мухбель так же в своей книге. И пятый, последний блок, относительно контекстов, которые приходят, относительно изображений. И на этом мы сегодня закончим. О тех дурных последствиях, которым ведут, что изображение. Пришло от Айши и от Умсалямы, у Бухари и Муслима. То, что однажды они упомянули Зикруль Каниса, так? Умсалямы упомянули церковь, которую они видели где? В Эфиопии. То есть Умсаляма видела в Эфиопии церковь. И в ней были суры. В ней были изображения, то есть иконы разные и так далее. И женщины, эти жены пророка, согласовы, упомянули об этом посланнику Аллаха. О том, что они видели эту церковь и эти суры. И тогда посланник Аллаха сказал. Этот народ говорит, то есть христиане и иудеи, так? Если умирает среди них праведный человек, то есть праведный раб или праведный человек, они строят на его могиле здание, мечеть. То есть молель, то место, где они будут поклоняться. А потом рисуют его изображение и вешают на стены его изображение. Эти люди самые худшие творения перед Аллахом. В одном из ребятах, в судный день. Исходя из этого, брат, что ты берешь из этого хадиса? О том, что тот, который изображает праведных людей. А кто такой праведный человек, брат? Разве ученый неправедный человек? И разве шейх это неправедный человек? Отсюда ты берешь, брат, что тот, который создает изображение ученых, или шейхов, или тулабу-ль-ильм, или просто праведных людей, или даже своих родственников, папу, маму, дедушку, которые, может быть, были праведными, или даже неправедными, так? Эти люди что? Эти люди из тех, которые делают ташабу бель-агли-ль-китар. Те, которые подражают кому? Обладателям книги. И подпадают под грех подражания обладателям книги, иудеям, и христианам. И более того, Всевышний Аллах, то есть посланник, что сказал? Они худшие из творения Аллаха в судный день. Зачем, брат? Из-за двух причин. Во-первых, из-за того, что они строят строение на могилах, а во-вторых, из-за того, что они делают изображение этих праведных людей. Понятно или нет? Второй хадис, который приходит у имама Тирмиди, с достоверными снадом от Абу Гурейры, то, что посланник Аллаха, саллалу алисаляма, сказал, и вот этот, брат, очень страшный хадис. Это один из самых страшных хадисов относительно этой главы. Сказал посланник Аллаха, со словом Абу Гурейры, у имама Тирмиди, с достоверными снадом, Соберет Всевышний Аллах людей в судный день всех на одном пространстве, то есть на одной площади. Потом посмотрит на них. Или покажется перед ними. Не так, что люди его увидят, но имеется в виду, то есть как посмотрит на них. Потом Господь миров посмотрит на них, и скажет. Пусть каждый, кто поклонялся кому-либо, кроме Аллаха, последует за тем, кому он поклонялся. Пусть каждый, кто из вас сейчас есть на этой площади, пойдет за тем, кому он поклонялся, кроме Аллаха. Говорит, и тот, который поклонялся кресту, перед ним появится большой крест. Перед ними появится большой крест, и все они пойдут за крестом. Так, все они пойдут за этим крестом. И всем, которые делали изображения, появятся перед ними их изображения, они пойдут за своими изображениями. А те, которые поклонялись огню, появятся перед ними огонь, и они пойдут за этим огнем. И все последуют за тем, чему они поклонялись. И здесь важный вопрос есть, что те, которые делают изображение этих ученых или машаев, или любые другие изображения, могут сказать, но мы не поклоняемся этим изображениям, так или нет, у меня нет намерения ему поклоняться. Наоборот, у меня есть намерение какое, пойду взять, так или нет, послушать проповедь, послушать урок и так далее, взять пользу от этого. Так вот, таким людям мы приведем слова Ибн-Ул-Каима из книги Игаса Туллахафан, 2-й том, 149-й странице. То, что Ибн-Ул-Каим сказал, Когда, говорит, человеку появится любовь в сердце к какому-то изображению, к какому-то изображению, так, Так, что он хочет, чтобы это изображение у него появилось. Например, говорят, там, маша Аллах, появилось, допустим, что, урок или видео такого-то шейха. И он хочет получить это изображение себе. Или оно было, и он его потерял, и хочет обратно вернуть. И хочет наткнуться на это изображение заново. И гневается, если не может получить его. То есть, что он начинает гневаться, если он не может получить это изображение. То, зная, что он является тем, который поклоняется уже этому изображению, настолько, настолько, насколько у него есть в сердце любовь к этому изображению, и гнев к тому, что он не может это изображение получить. Понятно ли, нет? То есть, брат, поймите, вещь, понятие изображения, это непростая вещь. То есть, изображение, один Аллах знает мудрости, почему он запретил это изображение. Исходя из слов Ивнархаима, получается, что изображение противоречит единобожию. То есть, в сердце человека Всевышний сделал так, что у него появляется любовь к изображениям живых существ. Понятно ли, нет? И это является частью поклонения этому изображению. То есть, у него появляется любовь и гнев, если он не может получить. То есть, брат, если у тебя есть, например, фотография твоей семьи, например, и ты далеко от них находишься, так, ты же любишь на нее смотреть и вспоминать свою семью, так или нет? И если ты ее потеряешь, ты будешь гниваться или нет? Или если тебе придет человек и скажет, охота и будет ее удалять. Вот это, брат, не охота, насколько она у тебя велика в сердце, настолько велико твое поклонение этому изображению. Ясно ли, нет? То есть, понятие изображения, это непростая вещь. Не просто, как человек, например, любит, допустим, спиртное употреблять. Нет, спиртное, он отказался и все. Но именно вот эти изображения, в них есть какой-то секрет. То, что если человек видит изображение живого существа, это влияет на его сердце, влияет на его талахид, на его единобожие. И влияет на его любовь к Аллаху. Понятно ли, нет? То есть, вредит его любви к Всевышнему Аллаху. Поэтому пусть побоятся любой, который создает изображение или смотрит изображение и не удаляет их, будь оно ученых или не ученых, без разницы. То, что в судный день Всевышний заставит его пойти за этими изображениями. Ясно ли, нет? И на площади брата останутся только махиды, только единобожники, которые не пойдут ни за какими объектами поклонения, останутся на площади и пойдут за Всевышним Аллахом. И третий, последний хадис, который мы уже разбирали относительно кого народа Нуха, так народа кого Нуха. То, что они создали изображение. Для чего? Для того, чтобы вспоминать этих праведных людей и быть такими же праведными и так далее. В этом хадисе указание на то, что создание изображения одной из причин возникновения многобожия или поддержки этого многобожия, если оно уже есть. И последнее на то, что осталось вниманию, как называется, уделить на этом уроке, то, что если ты, брат, обратишь внимание, практически большинство или практически все контексты, которые приходят о запрете изображения, приходят у Бухарии и Муслима. Либо и у Бухарии и Муслима вместе, либо только у Бухарии или только у Муслима. И это одно из правил шариата, брат. Чем более важен вопрос, тем контекстов об этом вопросе больше, и тем они находятся у Бухарии и Муслима или в шести сборниках. То есть, если вопрос является очень важным, то Всевышний не оставляет людей на хадисе, которые приходят где-нибудь у какого-нибудь там Дарьими, например, или у какой-то... То есть, в том контексте или в том сборнике хадисов, который большинству людей неизвестен. Для чего? А помещает ли их именно в Бухарии, Муслиме или в Тирмидии, Ахмаде и так далее? То есть, в шести сборниках. Или у имама Ахмада тот, те сборники, которые люди могут получить спокойно и прочитать эти контексты, чтобы знать, что этот грех является тяжелым. Мы привели 19 хадисов, из них 13 находятся либо у Бухарии и Муслима вместе, либо у Бухарии или у Муслима отдельно. Понятно? Не только шесть из них находятся где опять? У имама Тирмидии, у имама какого? Ахмада и так далее. То есть, опять в известных сборниках. Все это также указывает тебе на важность вопроса и важность того, как шариат уделил внимание этому вопросу и то, что этот вопрос очень опасный. Субханакаллаху. Ахмада и так далее. Как они знали, знают прекрасно, что ангелы не заходят в то помещение, где есть изображение. То есть, этим сам пророк их порицал. Как они могли изображение в самом доме Аллаха изображать, тогда как знают, что ангелы не заходят туда. И этим запретить ангелам заходить в дом Аллаха Всевышнего. Так или нет? Следующий хадис приходит у имама Тирмиди с достоверным снадом от Абу Хуриры То что посланник Аллаху Салаллаху Саламу сказал И этот хадис братья очень важен на самом деле Сказал Однажды пришел ко мне ангел Джибриль и сказал Вчера вечером я приходил к тебе И ничто не запретило мне зайти в тот дом в котором ты находился, то есть в дом, в котором ты живешь, ничто не запретило мне зайти в него. Кроме как то, что в дверях твоего дома были, как называется, статуэтки мужчин. Это, как мы докажем дальше, это были игрушки кого? Хасана и Хусейна. То есть в виде людей. Тимсаль, статуэтки. Я, говорит, из-за этих статуэток не смог зайти к тебе домой. И также в доме висела занавеска. Занавеска фиги-тамасиль, в котором были изображения. Смотри, слово тимсаль используется не только на статуэтку, но и на что изображение. То есть не может статуэтка быть на чем на занавесках изображена. Так или нет? То есть имеется ввиду изображение. Говорит лока на фельбете кальбун. И также в твоем доме находился собачка. Так, собака. В другом ряде пришло то, что это был щенок. Фамур бирасит тимсаль. Прикажи, говорит, относительно этих статуэток людей. Так, мужчин. Аль-Лазипиль бильбаб, который находится в дверях. Фальякта. Чтобы отрубили им головы. То есть, чтобы убрали их головы. Чтобы остались они без головы. Кахай атишаджара. Чтобы они остались подобны дереву просто. Как дерево. Вамур бисситр фальякта. И прикажи эту, как называется, относительно этой занавески, чтобы ее разрезали. И сделали из него две подушки, так, на которых вы будете спать. И говорит. А также прикажи, относительно собаки, чтобы ее вывели. Чтобы ее вывели. А в одном из революетов, который приходит у мамы Насаи, сказал Джибриил ему, потому что мы, говорит, что ангелы не заходим в те дома, в которых есть изображение. Ясно или нет? И этот хадис, почему важный? Почему важный? Он со многих сторон важный. Мы его, эти важности, приведем дальше. Но здесь нужно отметить то, что, смотри, посланник Аллаху, во-первых, не знал тогда о запрете изображений. Приходят некоторые хадисы, что пророк приходил домой, и в нем были что? Занавески с изображениями. Это в других хадисах. И он ничего не говорил, не порицал Айшу за это. В другом хадисе пришло, что он пришел и сказал, убери эти изображения, они напоминают мне дунью. То есть из-за этого, не потому, что они запрещены, а потому, что они отвлекают меня, напоминают мне дунью. И ученые говорят, что это было до того, как пришел запрет на эти изображения. Поэтому посланник Аллаху не знал, что они запрещены. Но несмотря на это, то есть это розер или не розер? То есть это у тебя оправдание или нет? Нет, имеется в виду, это у тебя оправдание, что к тебе ангелы не заходят? Оправдание, то есть ты за это грех не получаешь. Если ты не знаешь, что это запрещено, и это не позволяет ангелам зайти в дом, ты за это грех не получишь, если ты не знаешь. Но несмотря на это ангел не зашел в дом То есть это о чем говорит брат? Что ангелы не заходят в твой дом Даже если у тебя есть оправдание То есть ты держишь изображение в доме По причине по какой-то У тебя есть на это рузер, оправдание есть Ангелы все равно не заходят в этот дом Ясно или нет? И второе то, что посланник Аллах, как пришло в одном из ревятов Не знал, что у него собака находится под кроватью То есть и в другом ревяте так же пришло То, что это был щенок, с которым играли Хасан и Хусей Так или нет? То есть пророк тоже не знал, что у него есть собачка в доме забежала Когда он увидел, сказал, кто завел эту собаку Хасан постоянно играет И приказал выгнать эту собаку Это тоже рузер, так или нет, незнание То, что у тебя в доме есть изображение Это оправдание твое, передала То есть грех ты за это не получишь Однако все равно ангелы не заходят Исходя из текста этого хадиса Как об этом сказал Шейх Мухбель так же в своей книге И пятый и последний блок Относительно контекстов, которые приходят Относительно изображений И на этом мы сегодня закончим О тех дурных последствиях Которым ведут, что изображение Пришло от Айши и от Умсалямы У Бухари и Муслима То, что однажды Они упомянули Зикруль Каниса, так Упомянули церковь, которую они видели где? В Эфиопии То есть Умсаляма видела в Эфиопии церковь И в ней были суры В ней были изображения, то есть иконы разные и так далее И женщины, эти жены пророка Упомянули об этом посланнику Аллаха О том, что они видели эту церковь и эти суры И тогда посланник Аллаха сказал Этот народ говорит, то есть христиане и иудеи Если умирает среди них праведный человек То есть праведный раб или праведный человек Они строят на его могиле здание Мечеть То есть молель, ну так То место, где они будут поклоняться А потом рисуют его изображение И вешают на стены его изображение Эти люди самые худшие творения перед Аллахом В одном из ребятах В судный день Исходя из этого, брат Что ты берешь из этого хадиса? О том, что тот, который изображает праведных людей А кто такой праведный человек, брат? Разве ученый неправедный человек? И разве шейх это неправедный человек? Отсюда ты берешь, брат Что тот, который создает изображение ученых Или шейхов Или тулабу-ль-ильм Или просто праведных людей Или даже своих родственников Папу, маму, дедушку Так, которые, может быть, были праведными Или даже неправедными Так, эти люди что? Эти люди из тех, которые делают ташабу Би-Ахли-ль-Китар Те, которые подражают кому? Обладателям книги И подпадают под грех подражания Обладателям книги, иудеям, и христианам И более того, Всевышний Аллах То есть посланник, слава Аллаху, что сказал? Они худшие из творения Аллаха Судный день Зачем, брат? Из-за двух причин Во-первых, из-за того, что они строят строение на могилах А во-вторых, из-за того, что они делают изображение этих праведных людей Понятно или нет? Второй хадис Который приходит у имама Тирмиди С достоверным снадом от Абу Гурейры То, что посланник Аллаха, слава Аллаху, сказал? И вот этот, брат, очень страшный хадис Это один из самых страшных хадисов Относительно этой главы Сказал посланник Аллаха, со словом Абу Гурейры У имама Тирмиди, с достоверным снадом Соберет Всевышний Аллах людей Судный день Всех на одном пространстве То есть на одной площади Потом посмотрит на них Или покажется перед ними Не так, что люди его увидят Но имеется в виду То есть как посмотрит на них Потом Господь миров Посмотрит на них И скажет Пусть каждый, кто поклонялся кому-либо Кроме Аллаха Последует за тем, кому он поклонялся Пусть каждый, кто из вас сейчас есть На этой площади Пойдет за тем, кому он поклонялся Кроме Аллаха Говорит И тот, который поклонялся кресту Перед ним появится большой крест Перед ними появится большой крест И все они пойдут за крестом Все они пойдут за этим крестом И всем, которые делали изображения, появятся перед ними их изображения, они пойдут за своими изображениями. А те, которые поклонялись огню, появятся перед ними огонь, и они пойдут за этим огнем. И все последуют за тем, чему они поклонялись. И здесь важный вопрос есть, что те, которые делают изображения этих ученых или машаев, или любые другие изображения, могут сказать, но мы не поклоняемся этим изображениям, так или нет, у меня нет намерения ему поклоняться. Наоборот, у меня есть намерение какое, пойду взять, так или нет, послушать проповедь, послушать урок и так далее, взять пользу от этого. Так вот, таким людям мы приведем слова Ибн-Ул-Каима из книги Игаса Туллахафан, 2 том, 149 страница. То, что Ибн-Ул-Каим сказал, когда, говорит, человеку появится любовь в сердце какому-то изображению, какому-то изображению, так, так, что он хочет, чтобы это изображение у него появилось. Например, говорят, там, маша Аллах, появилось, допустим, что, урок или видео такого-то шейха. И он хочет получить это изображение себе. Или оно было, и он его потерял, и хочет обратно вернуть. И хочет наткнуться на это изображение заново. И гневается, если не может получить его. То есть, что начинает гневаться, если он не может получить это изображение. То, зная, что он является тем, который поклоняется уже этому изображению, настолько, настолько, насколько у него есть в сердце любовь к этому изображению и гнев к тому, что он не может это изображение получить. Понятно ли, нет? То есть, брат, поймите, вещь, понятие изображения, это непростая вещь. То есть, изображение, один Аллах знает мудрости, почему он запретил это изображение. Исходя из слов Ибнурхаима, получается, что изображение противоречит единобожию. То есть, в сердце человека Всевышний сделал так, что у него появляется любовь к изображениям живых существ. Понятно ли, нет? И это является частью поклонения этому изображению. То есть, у него появляется любовь и гнев, если он не может получить. То есть, брат, если у тебя есть, например, фотография твоей семьи, например, и ты далеко от них находишься, так? Ты же любишь на нее смотреть и вспоминать свою семью, так или нет? И если ты ее потеряешь, ты будешь гниваться или нет? Или если тебе придет человек и скажет, что ты будешь ее удалять? Вот это, брат, не охота, насколько она у тебя велика в сердце, настолько велико твое поклонение этому изображению. Ясно ли, нет? То есть, понятие изображения, это непростая вещь. Не просто, как человек, например, любит, допустим, спиртное употреблять. Нет, спиртное, он отказался и все. Но именно вот эти изображения, в них есть какой-то секрет. То, что если человек видит изображение живого существа, это влияет на его сердце, влияет на его талахид, на его единобожие. И влияет на его любовь к Аллаху. Понятно ли, нет? То есть, вредит его любви к Всевышнему Аллаху. Поэтому пусть побоятся любой, который создает изображение или смотрит изображение и не удаляет их, будь оно ученых или не ученых, без разницы. То, что в судный день Всевышний заставит его пойти за этими изображениями. Ясно ли, нет? И на площади брата останутся только махиды, только единобожники, которые не пойдут ни за какими объектами поклонения, а останутся на площади и пойдут за Всевышним Аллахом. И третий, последний хадис, который мы уже разбирали относительно кого народа Нуха, так народа кого Нуха. То, что они создали изображение для чего? Для того, чтобы вспоминать этих праведных людей и быть такими же праведными и так далее. В этом хадисе указание на то, что создание изображения одной из причин возникновения многобожия или поддержки этого многобожия, если оно уже есть. И последнее на то, что осталось вниманию, как называется, уделить на этом уроке, то, что если ты, брат, обратишь внимание, практически большинство или практически все контексты, которые приходят о запрете изображения, приходят у Бухарии и Муслима. Либо и у Бухарии и Муслима вместе, либо только у Бухарии или только у Муслима. И это одно из правил шариата, брат. Чем более важен вопрос, тем контекстов об этом вопросе больше, и тем они находятся у Бухарии и Муслима или в шести сборниках. То есть, если вопрос является очень важным, то Всевышний не оставляет людей на хадисе, которые приходят где-нибудь у какого-нибудь там Дарьими, например, или у какой-то... То есть, в том контексте или в том сборнике хадисов, которые большинству людей неизвестят. Для чего? А помещают ли их именно в Бухарии и Муслиме или в Тирмиде и Ахмаде и так далее? То есть, в шести сборниках. Или у имама Ахмада тот, те сборники, которые люди могут получить спокойно и прочитать эти контексты, чтобы знать, что этот грех является тяжелым. Мы привели 19 хадисов, из них 13 находятся либо у Бухарии и Муслима вместе, либо у Бухарии или у Муслима отдельно. Понятно ли? Не только шесть из них находятся где опять? У имама Тирмиде, у имама какого? Ахмада. То есть, опять в известных сборниках. Все это также указывает тебе на важность вопроса и важность того, как шариат уделил внимание этому вопросу и то, что этот вопрос очень опасный. Субханакаллаху маабихаммлика шадаллах и ла хиланта, астахараллаху атулаху. То есть, понятие изображения – это не простая вещь. Не просто как человек, например, любит, допустим, спиртное употреблять. Нет, спиртное, он отказался и все. Но именно вот эти изображения, в них есть какой-то секрет. То, что если человек видит изображение живого существа, это влияет на его сердце, влияет на его талахит, на его единобожие. И влияет на его любовь к Аллаху. Понятно ли нет? То есть вредит его любви к Всевышнему Аллаху. Поэтому пусть побоятся любой, который создаёт изображения или смотрит изображения и не удаляет их, будь оно учёных или не учёных, без разницы. То, что в судный день Всевышний заставит его пойти за этими изображениями. Ясно ли нет? И на площади брата останутся только махиды, только единобожники, которые не пойдут ни за какими объектами поклонения, останутся на площади и пойдут за Всевышним Аллахом. И третий, последний хадис, который мы уже разбирали относительно кого? Какого народа Нуха, так народа кого? Нуха. То, что они создали изображение. Для чего? Для того, чтобы вспоминать этих праведных людей и быть такими же праведными и так далее. В этом хадисе указание на то, что создание изображения одной из причин возникновения многобожия или поддержки этого многобожия, если оно уже есть. И последнее на то, что осталось вниманию, как называется, уделить на этом уроке, то, что если ты, брат, обратишь внимание, практически большинство или практически все контексты, которые приходят о запрете изображения, приходят у бухарьи и муслима. Либо и у бухарьи и муслима вместе, либо только у бухарьи или только у муслима. И это одно из правил шариата, брат. Чем более важен вопрос, тем контекстов об этом вопросе больше, и тем они находятся у бухарьи и муслима или в шести сборниках. То есть, если вопрос является очень важным, то Всевышний не оставляет людей на хадисе, которые приходят где-нибудь у какого-нибудь там дареми, например, или у какого-то... То есть, в том контексте или в том сборнике хадисов, которые большинству людей неизвестны. Для чего? А помещают их именно в бухарьи, муслиме или в тирме в Ахмаде и так далее, то есть в шести сборниках, или у имама Ахмада, тот, те сборники, которые люди могут получить спокойно и прочитать эти контексты, чтобы знать, что этот грех является тяжелым. Мы привели 19 хадисов, из них 13 находятся либо у бухарьи и муслима вместе, либо у бухарьи или у муслима отдельно. Понятно? Не только шесть из них находятся где? Опять у имама Тирме в Ахмаде и так далее, то есть опять в известных сборниках. Все это также указывает тебе на важность вопроса и важность того, как шариат уделил внимание этому вопросу и то, что этот вопрос очень опасный. Субханакаллаху, махаммдика, шадаллаху, айллахи, 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 астахаруллаху, айллахи. Субханакаллаху, махаммдика, шадаллахи, айллахи, астахаруллаху, айллахи, астахаруллаху, айллахи. Апатри, субханакаллаху, махаммдика, шадаллахи, айллахи, 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 астахаруллаху, айллахи, астахаруллаху, айллахи.